Михаил Ткач, приветствуем вас, коллега. Добрый день. Ну, я всем зрителям рекомендую все-таки посмотреть целиком. Это получасовое видео, оно на сайте Украинской Правды. Один из самых ярких моментов мы, Михаил, сейчас процитировали, посмотрели. Это был единственный раз, когда вы смогли подойти к Меладзе, да, вот непосредственно с ним пообщаться после, до у вас не было продолжения этой встречи? Ну, после его быстро увезли, а его спутники пытались даже выяснять с нами отношения, хотели драться, вызвали полицию, и там, в общем, инцидент еще продолжался какое-то время. А самого Валерия мы не видели, и насколько я понимаю, судя по соцсетям, он уже тем вечером покинул Куршевель. В этом видео главная героиня, собственно, ну, все-таки Меладзе певец, да, и у вас больше моральный был вопрос к нему, но там стоит рядом с ним женщина, как раз жена заместителя министра обороны Российской Федерации. Почему вы к ней не подошли? Вы ее не знали на тот момент, не идентифицировали, да, когда видели там? Да, мы идентифицировали ее уже находясь в Киеве, когда проверяли всех, кто был нами снят, опознавали лица, и тогда поняли, что это действительно жена замминистра обороны Российской Федерации, Светлана Иванова, Маниович, Захарова, у нее много разных фамилий. На тот момент мы не знали, что это. Ну, конечно, мы подошли, если вы понимали. Да, есть еще там фрагмент, когда пытались из машины поговорить с русскими, которые, в общем-то, не особо имели желание разговора, но речь не о том. Речь о том, что вот в этом расследовании говорится о том, что очень много недвижимости именно в этом регионе принадлежит гражданам России, и частично, я так понимаю, что тех, которые находятся даже и под санкциями. И вот из того разговора из машины они обратились, я так понимаю, или к сотрудникам отеля, или к кому-то, чтобы их защитили, я так понимаю. То есть они видели какую-то там небезопасность от проезжающих журналистов в машине. Вопрос в следующем. Как реагирует на присутствие этой элиты российской полиция, местная власть? Была ли у вас возможность поговорить с представителями и, вот, скажем, официальных органов? Нет ли у них претензий к этим людям? Я вам больше скажу. Ну, то есть у меня был опыт в отношении... То есть там эта улица с бутиками, где можно встретить большое количество русских по понятным причинам. И у каждого из этих бутиков есть охранник. И когда мы выдали первую серию, видимо, пошел какой-то слух о том, что вот здесь работают журналисты, поскольку там нечасто такое происходит. И когда мы уже работали над второй серией, так вот охранники этих бутиков уже пытались защищать этих русских. Они нас фотографировали, снимали, обращались в полицию. И наоборот, полиция нас проверяла, а не тех русских, которые там отдыхают по непонятным причинам. Поэтому я так понимаю, что там есть осознание того, что именно вот эти представители так называемой русской элиты делают этим всем бутикам прибыль. И действительно ходят легенды о том, какие суммы оставляют эти люди в этих магазинах. И там речь, чтобы вы понимали, о сотнях тысяч долларов. И это уже традиция, которая тянется десятилетиями. И поэтому, наоборот, противодействовали, пытались бороться с нами, с людьми, которые могут отпугнуть этих представителей русской элиты от этих бутиков или ресторанов. То же самое в случае в ресторане с Меладзе и съемкой жены замминистра. То есть полицию вызвали на нас, хотя мы подошли к Меладзе уже на улице. Улица – это публичное место. Ну и, в общем-то, я не видел никаких нарушений с нашей стороны. Но это, ну и в самом ресторане на телефоне все-всех снимают, там нет никакой проблемы с этим. На какую-то профессиональную технику мы никого не фиксировали и не вызывали никакого раздражения. Поэтому я могу сказать, что в таких местах, как Куршевель, интересы русских защищают, потому что русские привозят и продолжают привозить туда деньги, что самое странное. Поэтому там скорее на их стороне, а не на нашей. Плюс, если говорить об имуществе, мы также зафиксировали несколько фактов. Кроме того, мы же в первой серии показали, также нашли жену известного, одного из ключевых путинских олигархов, Бокарева, который раньше владел концерном калашников, а сейчас там поставляет топливо для российских военных кораблей, и которые компании, которые являются одними из самых крупных компаний в России, они выигрывают едва ли не самое большое количество государственных разных тендеров и получают право на предоставление тех или иных услуг и ресурсов. И его жена тоже, его дочь отдыхает в Куршевеле, несмотря на то, что этот человек был 24 февраля, в первый день вторжения российского там у Путина, когда Путин собирал ближайшее свое олигархическое окружение. Для того, чтобы поговорить, Бокарев был там, а его жена продолжает отдыхать. И дочь в Куршевеле к его жене мы тогда, нам удалось опознать, у нас было чуть больше времени, и мы к его жене тогда подошли, когда мы провели, она вышла из бутика, села в свою бентли, приехала в шале, и возле шале мы задали ей тоже вопрос, как ей отдыхается. И она, судя по ее виду, конечно, была в шоке, потому что они, во-первых, не привыкли, что к нему журналисты обращаются там в России, потому что они там неприкосновенные. А во-вторых, они не привыкли, что на них обращают внимание такое в таких местах, как Куршевель, потому что там таких, как они, десятки, сотни. И поэтому она была в шоке, и она просто убежала в шале. Поэтому, кроме того, там есть недвижимость, очень много шале, домов разных российских олигархов, людей, связанных с Путиным. И несколько непонятных моментов, например, возле Куршевеля, там есть городок Мирибель, в котором есть отель жены Геннадия Тимченко. Геннадий Тимченко – один из главных пришельков Путина. И этот отель, он продолжает работать, несмотря на то, что и Тимченко, и жена Тимченко под санкциями. Она просто, она была руководителем компании, которая принадлежит этот отель. Она ушла с этой должности, осталась собственником компании, то есть собственником отеля. Отель продолжает спокойно работать. Мы туда зашли, люди завтракают, ходят в СПА, отдыхаются, наслаждаются видом из панорамных окон на горы. Поэтому там существует еще и проблема, что эти люди тем или иным способом придумывают, как обойти санкции и продолжают зарабатывать во Франции. Они не просто отдыхают, они не просто там наслаждаются жизнью. Некоторые продолжают, такие люди суперафилированные с Путиным, как семья Тимченко, продолжают зарабатывать во Франции, в том числе на французах. Михаил, как сотрудник уважаемого издания украинского с именем известного, вы собираетесь обращаться в официальные органы Французской Республики с вашими запросами по этому поводу? Как это согласуется с санкционной политикой? Понятно, может быть, эти люди не под санкциями, но тогда имеет смысл подумать о расширении списка. Одним словом, написали ли вы уже в посольство или в МИД Франции по этому поводу? Мы работаем, на самом деле, по нескольким направлениям. Мне кажется, самое главное, в чем задача журналиста, это обратить внимание, зафиксировать эти факты и обратить на них внимание. Конечно же, мы общаемся и с посольствами в этом отношении. Каких-то заявлений мы еще не писали, но мы продолжаем работать в этом направлении, в том числе продолжаем работать по выявлению этих активов, имущества в разных странах. И это огромный глобальный процесс, одно из направлений, которым занимается наш отдел журналистических расследований «Украинские правды». Поэтому я думаю, что вы увидите еще не один материал и услышите еще о каких-то результатах, в том числе после наших материалов. Не знаю. Михаил, такой еще вопрос. Вы все-таки, наверное, материалов отснято намного больше, чем мы видим, зрители ваши. Вот вы и понятно, что у вас есть концепция вашего расследования. Вы подходили там к россиянам, много спрашивали людей. Реакции их интересны. Большинство мгновенно меняется в лице, пропадает эта расслабленная улыбка альпийская. Неужели никто, даже, может быть, вы не показали этого, никто не посочувствовал Украине? Нет. Более того, я же говорю, очень много. Мы в этом формате, то есть вопросов. Мы работали в Вене, мы работали еще в ряде городов. Скоро покажем эти материалы. И вот это, конечно, самое странное, что большинство этих людей, в принципе, по моим ощущениям, они поддерживают действия своей страны. Причем, если, ну то есть, не так далеко ходить не нужно. Действия России напала на Украину, потому что Украина хочет быть частью Европейского Союза. При этом те люди, россияне, которые поддерживают эти действия России, они отдыхают в Европейском Союзе, они покупают имущество в Европейском Союзе, и они хотят, очевидно, быть частью Европейского Союза. Но при этом толерируют или поддерживают действия своей страны по попытке уничтожить Украину из-за того, что Украина хочет быть частью Европейского Союза. Это, конечно, абсурд полный. И, конечно, мы будем продолжать задавать им эти вопросы. Понятное дело, что им там кому-то приятно, кому-то неприятно. Нас это не волнует, нас интересует позиция. И мы даже не надеемся, что кто-то из них задумается, возможно, в результате наших вопросов. Нам важно, чтобы они говорили, говорили то, что они думают, и чтобы общество, в том числе, а я имею серьёзные основания, полагать, что общество этих стран, в которых отдыхают и живут эти люди, они… и мы пробьём эту стену, и эти материалы будут цитируемы и в СМИ этих стран, и, соответственно, будут видеть общество этих стран, какие люди у них живут, отдыхают по соседству и так далее. Есть, например, очень яркий пример. Есть такой депутат Госдумы, Ворохов Андрей. У него есть два сына. Эти два сына имеют имущество в Вене. Мы это показывали. У младшего сына, если я не ошибаюсь, есть жена. Так вот, эта жена недавно у себя в Инстаграм, в сторис написала. Они живут в Вене, в пригороде Вены. Очень удобный, роскошный район. У них огромная квартира двухэтажная, машины уже на австрийских номерах. Они, то есть, полностью там осели. И вот эта жена сына этого Ворохова, которая абсолютно поддерживает и полномасштабное вторжение, и выступает, адвокатирует его, выступает на эфирах, говорит там, почему это важно, почему Россия выстоит. Так вот, она недавно сделала сторис и написала, «Перестаньте давать Украине оружие, давайте уже скорее это закончим». Этот человек живет в Вене. Она живет не на Урале, она живет даже не в Москве. Она живет в Вене. И я далек от мысли, что люди, австрийцы, те, которые в Вене живут, граждане Австрии, они понимают, какие люди могут быть их соседями, какие люди могут ходить с ними одними улицами и покупать продукты в одних магазинах. Люди, которые, в принципе, за то, чтобы этот цивилизованный мир, Европейский Союз, уничтожили. Поэтому, мне кажется, это важный вопрос, и мы будем дальше продолжать этим заниматься, и в том числе в части ознакомления общества этих стран, граждан этих стран, с этой проблемой. Я думаю, что это проблема. Да, Михаил, вы знаете, наверное, вы тут абсолютно правы, что гораздо более сейчас эффективно как раз достучаться до обществ, демократических государств, чтобы показать картинку, что происходит у них под носом, потому что у них есть непосредственное влияние на свои правительства. Но что касается россиян, которые там отдыхают, вот в вашем расследовании, в частности, отмечается, что большинство этих туристов из РФ не покинули свою страну на совсем, а мы просто приехали отдохнуть в ту же Австрию, Францию и другие государства, которые официально Россия признает вражескими. И учитывая, что мы огромное количество журналистских расследований и ваших коллег из российских компаний, которые ведут борьбу с коррупцией, озвучивали, и мы понимаем, что за все это время на российское общество это мало чем действует, начиная там с дворца Путина и заканчивая какими-то личностями непосредственно, которые приближены к Путину, то, может быть, вот эта информация, как вы думаете, могла бы достучаться, потому что, когда их отправляют в мобилизацию умирать в украинском черноземе, в это время те люди, которые их отправляют, в общем-то, достаточно неплохо проводят время, как неназываемые иноагентами во вражеских государствах. Как вы думаете? Это может повлиять на них? Мне кажется, как минимум... Мне кажется, спасибо за вопрос. Мне кажется, как минимум, эта информация для них сделает ли они какие-то выводы. У меня, конечно, иллюзий нет, но они точно должны об этом знать и точно должны то, что вы говорите, сравнивать свою жизнь, то, в каких они условиях, и в каких условиях люди, которые принимают решения от их имени, якобы. И поэтому в этом направлении тоже, конечно, это важная информация и важная работа. А что они сделают с этой информацией? Честно говоря, мы давно уже... То есть в начале вторжения, вы помните, многие, в том числе представители нашей власти, Украины, обращались и так далее, имели определенные надежды о том, что российское общество, оно обладает какой-то субъектностью, но, к сожалению, оказалось обратное. Ну и, в общем-то, по реакции даже певца Валерия Меладзе вы можете сделать соответствующего. Ну и в завершении давайте еще раз к одной из главных героинь вашего расследования. Напомним о ней. Три месяца назад журналисты Российского фонда борьбы с коррупцией опубликовали материал о содержимом почты Светлавы Ивановой. Оказалось, что она с мужем тратят миллионы долларов. Имеют роскошные дворцы, автомобили, также другие атрибуты коррупции, которые не соответствуют официальным доходам. Например, год назад в начале полномасштабного вторжения России в Украину жена замминистра обороны России покупала драгоценности в Париже. Уже летом прошлого года Светлана и ее муж оформили развод, который, по мнению журналистов, имеет признаки фиктивного. Осенью зам Шойгу попал под санкции ЕС, а его теперь уже бывшая жена Светлана нет. Поэтому она сегодня может и дальше путешествовать по миру, и тратить миллионы, пока ее муж совершает военные преступления в Украине. Михаил, вот история этой генеральши Ивановой, она на самом деле намного важнее, даже чем тот же Меладзе, который, скорее всего, просто часто бывает в этих местах, развлекая людей. Собираетесь ли вы отдельно и усиленно заниматься именно родственниками военных преступников? Потому что вот эта генеральша ведь точно не одна. Наверняка там большой список. И готовы ли вы обратиться, например, к вашим коллегам ФБК, чтобы, может быть, вместе получить какие-то данные? Тут, мне кажется, это дело, в котором мы союзники с антикоррупционерами. Смотрите, мы не просто готовы, не готовы, мы этим занимаемся. И те материалы, которые, естественно, что мы всю информацию, которую мы обладаем, есть информация, над которой мы продолжаем работать в разных стадиях, эти материалы. Поэтому мы этим занимаемся, занимаемся системно. Будет еще много материалов, будет интересный процесс, вот в том числе Светлана Иванова, которые там фиктивно развелись для того, чтобы не попасть под санкции. Таких людей, их очень много. И таких случаев будет еще очень много, потому что понятно, что Россия проигрывает. И понятно, что все эти так называемые, знаете это выражение, крысы бегут с корабля, они будут бежать еще больше, будут пытаться закидывать какие-то удочки на будущее, перестраховываться, спасаться и так далее. Поэтому это далеко не последняя история. Мы мониторим несколько подобных историй. И как только мы их реализуем, снимем, мы их обязательно, конечно же, покажем. В отношении коллег отличный материал. Пока что мы никак не коммуницировали по этому поводу. Но мы, скажем так, работаем на местах, мы уезжаем, ищем и занимаемся немного другой деятельностью, чем коллеги. Коллеги больше работают за компьютером, анализируют данные, открытые, закрытые. Но, в принципе, если цель преследуемая – это выявление преступников, то, конечно же, здесь возможны любые сотрудничества. Спасибо, Михаил, вам и вашим коллегам из «Украинской правды». Михаил Ткач, руководитель отдела расследований «Украинской правды», которая на днях опубликовала расследование о жизни россиян, богатых и имеющих прямое отношение к экономическому благосостоянию режима российского, о том, как они отдыхают во французских Альпах. Посмотрите, если еще не видели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!